В общем, меня зовут Давид, я создатель воркшопов по линогравюре. Сейчас мы находимся в мастерской у Гали Аль-Шахамат. Она открыла недавно совсем эту мастерскую, и я законнектился с ней и решил провести очередной воркшоп здесь. Знаете ли вы, что такое линогравюра? Простыми словами, это техника высокой печати, при которой изображение сначала вырезается на линолеуме, а после переносится на бумагу с высоких участков формы, в данном случае линолеума. 23 апреля в творческой мастерской Галины Аль-Шахамат прошел воркшоп линогравюра без снобизма от мастера этого направления Давида. Почему такое название? Давид пояснил нам, что опирается на идею о том, что творческие направления должны быть доступны широкому кругу людей, вне зависимости от способностей или художественного образования. Концепт этого воркшопа сегодня состоит в том, что я назвал линогравюру без снобизма. Концепт в том, чтобы люди, которые приходят и раньше не занимались этим, не чувствовали себя дискомфортно. Я хочу дать людям, которые ни разу этим не занимались, возможность попробовать это сделать самим, без какого-то образования, еще чего-либо, каких-то навыков. Для того создан воркшоп. Это быстрая теория и в основном практика. Идея воркшопа в том, чтобы даже тот, кто впервые работает в данной технике, с легкостью справился с заданием и понял каждый шаг создания изображения. То есть, дается экспресс-теория с упором на практику. Карандаш, валик, краска и ложка – обязательные инструменты. Уже звучит интересно и возникает вопрос, как сделать собственную линогравюру. Именно для этого Давид регулярно организует воркшопы, на которые попасть может любой желающий. Одна из самых важных вещей, которые мне нравятся в проведении организации этих воркшопов – это люди. Люди, которые приходят, они все разные, все с разной историей жизни. Мы общаемся, каждый рассказывает эту историю. Взаимодействие с этими людьми – это то, что мне доставляет удовольствие. Последний воркшоп был со своей изюминкой. Так как процесс занимает несколько часов, нужен перерыв в работе для перезагрузки и поддержания хорошего настроения. И в этот раз для участников воркшопа приглашенный мастер провел чайную церемонию. Изначально чай имеет такой чай, как символ уюта, домашней такой обстановки. Это одна из причин, по которой я позвал Рому и почему я хочу создать ее здесь, потому что это очень важно для людей. Таким образом, ведущий заботится о том, чтобы участники были довольны не только результатами своего труда, но и всем процессом создания линогравюры. Это ему точно удалось. Я нормально сижу, не слишком пафосно.